Друзья, это реальное кино обо всём, и сегодня мы попали в книжный магазин «Православная на Пятницкой», ну такой, наверное, профессиональный магазин. И там я не говорил, но когда мы говорили, спрашивали священника, что купить после кадила и копий, он сказал, что у нас нужны богослужебные книги церковно-славянских текстов русскими буквами. И вот он попросил постную триодь с неё начать. И ещё там нужны много книг, они все стоят, ну, больше тысячи каждые. По-разному, очень дорогая литература, она эта, эксклюзивная. Ну вот такую книгу мы купили, потому что на клирос надо брать людей, которые не в зуб ногой, не это самое, которые в зуб ногой. Ну вот здесь вот все вот эти слова русскими буквами. То есть это церковно-славянский язык, но русские буквы. Потому что на клиросе им читать очень сложно, если будут буквы церковно-славянского алфавита. Здесь есть какие-то... Ну, в общем, всё тут есть, что надо. Мы уже священнику похвастались, что мы привезём такую книгу. И он возрадовался и возвеселился вонь в этот же день. А ещё для себя мы взяли вот такую книгу Паисия Святогорца. Напомню, что вот шестого татома как раз у меня и не было. И многие говорили, что на какой-то странице там есть якобы пророчество про войну. Я до этого ещё не дошёл, друзья мои. Я просмотрю её. Я не могу, к сожалению, быстро найти этот комментарий, где говорится, на какой странице. Эта книга в мягком переплёте, потому что она точно такая же, как и в твёрдом, но только дешевле в два раза. Поэтому мы взяли вот эту книгу в мягком переплёте. И я вот прямо в магазине её открыл. И думаю... Вот 38-я мне казалась страница. А здесь другое. И другое оказалось тоже очень важное. Читаю. Здесь разговор Паисия Святогорца с одним из его монахов или учеников. Не знаю даже, как сказать правильно. И пишется насчёт того, когда мы просим и не получаем просимого. Очень интересный опыт святого старца. Прося чего-то, отвечает Паисий, в молитве мы должны терпеливо ждать. Однажды у меня отёк и сильно разболелся глаз. Я трижды подходил к иконе Пресвятой Богородицы и просил её меня исцелить, чтобы я мог по ночам читать Псалтирь. Я помазал больной глаз маслом от лампады перед иконой, но глаз продолжал болеть. Через несколько дней стало ещё хуже. Глаз болел и распухал всё сильнее. Это Паисий Святогорец спросил? Не какой-нибудь там Вася Пупкин, который в церковь не ходит? Это Святой Старица. Вот какие искушения. Так прошло две недели. Я очень стеснялся, опять подошёл к иконе Пресвятой Богородицы и сказал. Матерь Божья, прости меня, но я ещё раз тебя побеспокою. Опять помазал глаз маслом из лампадки. И всё тут же прошло. Думаешь, Пресвятая Богородица не могла исцелить меня сразу, как только я попросил её об этом в первый раз? Конечно, могла. Но зная что-то, чего не знал я, она оставила меня пострадать какое-то время. Так и ты, проси со смирением и терпеливо жди. Молитва, которая совершается с верой, болью, настойчивостью и терпением бывает услышана. Конечно, если просимое будет нам во благо. Паисий Святогорец. Шестой том о молитве. Будем читать отсюда, если вам интересно, какие-то выдержки. А вот эта, кстати, закладочка была та книга, которую нам подарила бабушка. Она очень тоненькая, каждая глава из неё – это просто золото мудрости. Поэтому я помню про это и буду читать эту книжку. Или попрошу, чтобы читала жена по главе. А ещё хочу сказать, что икону мы пока не решились покупать. У нас очень сложно пока с финансами. Да и мы и не знаем, стоит это делать или нет. Но единственное, один человек, который пожертвовал, мы будем считать, что в этой книжке всё равно будут перенесены в храм. И как я думаю, что каждая строка, читаемая из этой книги, на вечернем богослужении, перед литургией, каждая строка, читаемая, каждое слово, будет молитва за тех, кто помогает мне. Потому что только с вашей помощью я могу делать такие покупки в храм. Всем добра и благополучия. Следующее видео, которое будет на канале, будет посвящено тому, как попасть на приём к святейшему патриарху и получить просимое. Причём в любой одежде. Меня до глубины души поразил Елоховский собор. И мне кажется, что голос патриарха Алексея II до сих пор стоит в моём уме после посещения места его захоронения. Это будет, наверное, один из самых, ну, не буду говорить, интересных роликов. Но на меня это посещение произвело колоссальное впечатление. И ещё произвело впечатление тетрадь, которая лежит у места захоронения патриарха Алексея II, в которой люди, кроме прошений каких-то, большая часть занимают благодарность о том, что спасибо тебе, что ты услышал мою молитву и сделал, как я просил. Очень интересно. Чудеса есть при обращении к патриарху Алексею II. Об этом в одном из следующих видео. А вам всем, друзья, желаю добра и благополучия. Обнимаю. Мирного неба. Здравия. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.